Это Ред Спрут. Предотвратить кибератаку можно только внутри игры. Я понял, это подсказка. Игра Chain of Victory – это огромный ботнет. Если я смогу разобраться, как он работает, возможно, удастся всё исправить. Кажется, получается. Ещё немного. Офигеть. Я внутри игры. Наверное, для начала стоит расспросить кого-то из местных. О, а вот и первый NPC-квест-гивер. Эээ, привет. Классные доспехи. А я тут мимо иду, гляжу… Ты пришёл. Наконец-то. Под этим собором пробудилось древнее зло. Спустись во тьму подземелья и сразись с ним. Эээ, спасибо, конечно. Извините, я тут ищу своего друга. Ты пришёл. Наконец-то. Понятно. Это заскриптованный квест. Нет, если я буду следовать правилам игры, я никогда не узнаю правду. Надо действовать нестандартно. Думай, думай. Сколько здесь всего? От баз данных до готовых шифровальщиков. Хм, я понял. Это же здесь Red Sprout проводил вооружение. Хм, тут целая лавка брокеров первоначального доступа, которые облегчают взлом компаний. А здесь локеры, C2C-серверы, фреймворки для постэксплуатации уязвимостей. Просто рай для хакеров. Магические предметы ручной работы. Волшебные товары с уникальными свойствами. Хм, а этот торговец не похож на остальных. У него целый набор Zero Day на любой вкус и под любую платформу. Явно без него в этой кибератаке не обошлось. Похоже, что Red Sprout скомпрометировал сторонние библиотеки, которые используют игра, чтобы с обновлением доставить вредоносный функционал игрокам. Вот сейчас мы все и узнаем. Вот? Но как? Субтитры сделал DimaTorzok